привет подписчики сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег сегодня очередная передача из цикла кинологи профессионалы нас приглашают в гости и мы с вами едем на встречу с собаками-спасателями и их инструктором и так друзья я рад вам представить организатора волонтерского движения у нас в городе кемерово кинолог профессионал зовут людьми и реально с нами находится волокерская собачка по кличке по кличке баре баре вот сейчас заинтересовался приезжающими трамваем ну это работа у него интересоваться что происходит рядышком вот у нас сейчас находится оператор можем продемонстрировать давайте что мы сейчас должны делать так ушли к черту на кулички вот он наш статист сейчас организует завал ну вот у нас она даже укрылась и не видно парень начинает будет уже львется в работу вообще на он там вон находится в тех кустах вот здесь квадратов 300 наверно поиска будет идем по снегу и так баре пошел работать ну кстати направление взял вообще сразу же ну что могу сказать вот он а 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 Вот так происходит поощрение Сейчас статист улазит Статист появляется Ты прям тарелку ему отдайте Ну и все Собачка поощрена Поощрена Как вы себя чувствуете Статист Живая Ну громкий парень Мы с вами 100% Будем найдены Поэтому еще очередной раз Я убедился в том И вместе с вами И вы тоже убедились Что собачки Когда находятся в руках профессионалов Вот такие вещи они могут делать Которые собственно говоря Даже не подумают А тяжело об этом Мы с вами обсудим такой момент Люд Какую собаку Можем взять Волонтеры В спасение Скажем так Порода в принципе Особого значения Не имеет Лишь бы собака была Контактная к людям Замотивируя реакцию Либо Игровая Игровая Как происходит Занятие Изначально Собаку тестируют Если это щенок Пробуют с ним играть И пробуют Чтобы этот самый щенок Уходил за посторонним Незнакомым Собаке Человеком Собаку начинает Разглаивать Для чего ее разглаивать Самое главное Поисково-спасательной собаки Это обозначение голоса Так как это лес В основном Собаку из-за кустов Обычно не видно Забегает она По кругу Обыскивает квадрат Поиска бывает 30, 50, 70 метров Собаку не видно Однозначно Из-за кустов Из-за зеленки Поэтому Мы ее можем Только слышать Естественно Главное условие Это обозначение голоса Обозначение голосом Кого обозначение голоса? То есть Любого абсолютного человека? Нет Собака ищет Изначально На подготовке Статиста То есть Это тот человек Который Помогает Готовить Эту самую собаку Статисты Должны меняться То есть Один статист Не более двух раз На трениров Самое главное условие Сигнальная поза Для собаки В обучающем процессе Собака Обозначать Просто Идущего Бегущего человека Стоящего Не имеет права Вот представьте себе У вас Вы пошли С собачкой Которая волонтером является Она проживает у вас дома И собачка будет Всех подряд облавить Это неправильно Собака должна Именно быть В позе Неподвижного человека То есть Когда происходит поиск И собака Начинает облавить Какого-то грибника Которая просто так ходит Обозначает Это неправильно То есть Человек Который находится В розыске Например Он потерял Обессилие Лежит Сидит Вот такого человека Учат облаивать собачку А статисты Статисты Это люди Которые являются Помощниками Это приходящие Абсолютно люди Люда сейчас сказала Что не больше Двух-трех занятий Статист Должен быть Для чего? Чтобы не было Привыкания К данному человеку То есть Чтобы в лесу Не скажешь собаке Иди Вася ищи Или иди Петю ищи Которого она знает Она должна Разыскивать Любого Абсолютно Человека Который будет Именно Вот в этой позе Находиться Неподвижным Причем Еще одно Главное Условие Для собаки ПСС Именно Направление ПСС Найти Человека Любого Незнакомого Ей Без Занюшки Без Запаховой Вещи Без следовой Дорожки То есть Это верхний День Не зная Который Искомый Запах То есть Любого Да Может оказаться Это и рыбак Сидящий на берегу И Палатка То есть Собака подойдет Обозначить рыбака Ну в принципе Ничего страшного Она не совершила ошибку Это требуется Обычно рыбак сидит Поэтому собака Начинает возле него Крутиться Даже по интонации Собачьего лая Понимаешь Что что то не то И идешь Но собака Сразу теряет Интерес Так что человек Абсолютно здоров И в принципе Ведет себя Не так Как пострадавший Ну по сути Она ищет Не то чтобы Пострадавшего человека А вот По вашей подготовке По вашим занятиям Я так понимаю Что она ищет Партнера для своей игры Либо человек Который Да под корпусом Да Особенное Главное условие Это в течение Всей собачьей жизни Собаку тренируем Именно так Чтобы с собакой Сложился Стереотип Что вот та Натуральная Поисковая работа Для нее Виделась Опять таки Тренировочной Игровой режим Вот как у всех Кинологов Профессионалов Которых мы снимали До этого Это и МВД Значит И таможня Собака Всю жизнь Как бы Находится В стадии игры То есть Она же не получает Заработную плату За это Она вместо этого Получает игру Вот так бы с людьми Было бы Было бы Агрессивной Должна быть Мотивирована Либо зоовитальной То есть Пищепоощрительной Мотивации Либо игровой Что будет Гораздо лучше Мотивации Если вы хотите Чтобы Любого Сидячего Лежачего Человека Ваша собака По своей работе Начинала облаивать Вот Вы можете То ваша собака Сто процентов Подходит для того Чтобы стать Собакой Спасателем Вот сейчас Я уже в который раз Вот Убеждаюсь в том Что когда правильно Выстраиваются Взаимоотношения Между человеком И собакой И когда Выстраивается Правильно Правильная работа Дрессировочный подход Вот этот вот Дрессировочный курс То получается Вот такие вот Собаки Профессионалы Посмотрите Барри Ну вот Закладка Я скажу так Закладка Статиста Проходила Где-то На территории Ну 300 Где-то 500 Тире квадратных метров И собачка Вот как она Четко Сразу Взяла Направление Ну здесь Мы правда С Людмилой Учли Такой Фактор Что Именно ветер Был Был со стороны Именно Статиста Поэтому Собака Сразу Почувствовала И когда Она стала Находить Именно Человека То Вот здесь Я заметил Что Она стала Раскапывать Именно со стороны Лица Видно Вот Вот это Дыхание И на это Дыхание Шла Собака То есть Не со стороны Ног Она стала Раскапывать Не со стороны Попы Она стала Раскапывать А Барри Стала Раскапывать Именно со стороны Лица Итак Друзья мои Если мы Потеряемся С вами В лесу Барри Нас обязательно С вами Найдет И самое Главное Заслужите Доверие Заслужите Уважение Правильно Выстроите Отношения Между Своим Питомцем С собой И тогда У вас Все получится Это был канал Я и мой хвост Я его ведущий Олег Спасибо